В 1957 году первый вечный огонь в нашей стране зажжен от мартеновской печи Кировского завода. И от него зажигали все остальные вечные огни в нашей стране. Слева вдоль Марсового поля здание располагается, сейчас реставрируется. Это бывшие казармы Павловского полка. Строится в 20-е годы 19-го века архитектор Стасов. Впоследствии Ленэнергии сейчас будут офисы различные. Слева на фоне неба видим силуэт знаменитого храма. Его официальное название православный храм Воскресения Христова. А в народе его всегда называли спас на крови. Он был после смерти полководца в 1801 году. Здесь Суворов изображен в виде римского боговой войны Марса. Мы покидаем Адмиралтейский остров, проезжаем над Невой по Троицкому мосту. Мост построен в 1903 году по проекту французской фирмы Ботиньюль. Неслучайно называется Троицкий. День Святой Троицы. По старому стилю 16 мая. По новому стилю 27 мая 1703 года. Это день рождения Петербурга. День закладки Петропавловской крепости на Заячьем острове. Слева. Крепость строилась для обороны. Ее окружают 6 гранитных бастионов. Для своего времени крепость была неприступной и фактически не участвовала в военных действиях, а стала использоваться как политическая тюрьма. В центре крепости Петропавловский собор. Архитектор Трезини. Высота собора 122,5 метра. До сих пор самое высокое архитектурное сооружение в историческом центре нашего города. В этом соборе похоронены все русские императоры. Справа часовня Святой Троицы. Открыта в мае 1703 года, когда отмечается 300-летие Петербурга. Справа Троицкая площадь. Первая площадь Петербурга. Здесь находился причал первого петербургского порта. По 20-й годы 18-го века здесь был первый гостиный двор. Сенат и 10 коллегий. Аустерия четырех регатов, то есть трактир, типография, Троицкая церковь. Но постройки не сохранились. Справа мусульманская мечеть. Построена в начале 20-го века по случаю приезда в Петербург эмира Бухары. Образить для нее мечеть в Самарканде. Архитектор Васильев, Барановский и фон Гогин. Была закрыта в 30-е годы 20-го века. Но уже в 1956 году верующим возвращена. Слева за деревьями станция метро Горьковская. Вторая линия метрополитена. Слева памятник Максиму Горькому. Установлен в 1969 году. Тогда отмечают столетие рождения писателя. Мы проезжаем по Каменноостровскому проспекту. Это главная магистраль Петербургского, Аптекарского и Каменного островов. Остров Березовый, на котором мы находимся, стал первым застраиваться. Под защитой Петропавловской крепости тут жилые дома появляются. Остров стал называться Городской, Петербургский, потом Петроградский. Слева между домами деревья. За ними находится киностудия Ленфильм. В конце 19-го века эта земля принадлежала купцу Андрееву. Здесь находился веселительный сад Аквариум. В нем был каток с искусственным льдом, работал даже летом, и небольшая эстрада. Ее арендовали зарубежные оперные труппы. Итальянская, французская, немецкая. 8 мая 1896 года здесь состоялся первый в России публичный киносеанс. Кино было изобретено в Париже братьям Люмьер в 1895 году. Первый кинофильм, который был снят, выход с фабрики. А первый, который был показан, прибытие поезда. Именно прибытие поезда и показали петербургскому зрителю. Половина зрителей в страхе бежали из зала, боялись, что поезд их задавит. А те, кто остался, попросили кинофильм второй раз повторить. Это несложно было сделать. Он продолжался всего полторы минуты. И в том же 1896 году был открыт первый в России публичный кинотеатр напротив гостиного двора. Но он не сохранился. Мы проезжаем Австрийскую площадь. В плане она почти круглая. И архитектура напоминает Германию и Австрию. Это дома начала 20 века. Вот здесь, на петербургской стороне, работали многие зарубежные архитекторы, которые работали и в Выборге тоже. В конце 19-го, начале 20-го века. После того, как Троицкий мост над Невой построили, в 1903 году появилось удобное сообщение петербургской страны с центром города. И вот тогда тут строится очень много домов. Слева здание облицовано кирпичом. Строится по проекту архитектора Кавоса доходный дом. Кавос из семьи Бенуа. Архитектор Леонтий Бенуа создает дом слева, серого цвета. По композиции букву П напоминает. Вот такой двор. Называется Курдонер. Из Франции к нам форма таких дворов пришла. Это парадный двор. А есть еще тут 10 дворов. Они даже пронумерованы. То есть этот дом целый квартал занимает. И левее в глубину участка он уходит. Но этот дом еще интересен тем, что здесь музей-квартира Сергея Мироновича Кирова. Киров 9 лет возглавлял парт-организацию нашего города. Так, справа и слева вот эти дома все строятся. В Каньше было разделение. Богатые люди на втором и на третьем этаже жили, бедные наверху. После революции все это перемешалось. Особенно, когда появились лифты. Перед нами площадь Льва Толстого. Справа здание с башенками начала 20 века. Архитектор Белогруд. Налево от площади отходит Большой проспект Петербургской стороны. Сейчас здесь фактически центральная часть города. А при Петре Первом по этому проспекту проходила северная граница Петербурга. Ров, вал, на нем пушки, защита от возможного нападения шведов и деревянный чистокол, защита от волков. А там, где мы сейчас проезжаем, была загородная зона. Тянулись леса и болота. Но сейчас тут центр города фактически. Слева угловое здание серого цвета. Это дом начала 20 века. Слева дом с аркадой, колоннами и сегментами шара. Создает архитектор Кричинский для Эмира Бухары в начале 20 века. Сейчас также живой дом. Но сейчас будем мы покидать Петербургский остров. Перед нами река Карповка. Первоначально по-фински называлась Карпи Йоки. Йоки река. А Карпи по-разному переводится в Воронья или Лесная. Если пройти налево пешком за поворотом реки, находится Иоанновский женский монастырь. Он был основан в начале 20 века отцом Сергиевым Иоанном Кронштадтским. В этом монастыре в 1908 году он и похоронен. Женский монастырь сейчас действует. После революции был закрыт. Даже вроде было распоряжение изъять останки Иоанна Кронштадтского. Но на это не решились. Люди знали, где он покоится. Приходили. Снаружи у окна встали свечку. Так что захоронение сохранилось. Сейчас доступно для посещения. Если налево пройти по набережной, дойдете до Иоанновского женского монастыря. Мы оказались на острове, который первоначально по-фински назывался Карпи-Саари. Саари-остров. Карпи-Вороний. Или лесной. На этом острове в 1714 году по приказу Петра I был разбит аптекарский огород. Выращивали лекарственные растения. Отсюда название Аптекарский остров. На базе огорода Петра в 20-е годы 19 века создается ботанический сад. А на его базе же после революции ботанический институт, который существует и сейчас. Направо от проспекта отходит улица Графтио. Справа здесь находится музей-квартира Шаляпина. Почти все дома по правой стороне создают архитекторы из скандинавских стран. Они в Выборге тоже работали. Но тут и русские архитекторы тоже создают дома. Вот справа здание серого и белого цвета. По форме напоминает букву П. Доходный дом строится в начале 20 века архитектор Зазерский. Он сам здесь проживал. Это один из первых в нашем городе кооперативных домов. А справа сохранился фрагмент дачи Лопухина и справа деревянный дом. Вот такая дачная застройка, сады, деревянные дома. Тут была в первой половине 19 века. Покидаем Аптекарский остров. Проедем над Малой Невой по Каменноостровскому мосту. Впереди Каменный остров. При Петре I здесь солдаты обнаружили множество камней. Камни тут остались после отступления ледника 12 тысяч лет назад, последнего Валдайского. И вся окружающая местность издавна Каменка называлась. Екатерина II Каменный остров своему сыну подарила, в то время наследнику престола, Павлу Петровичу. И для него на стрелке Каменного острова строится Каменноостровский дворец. Справа, за деревьями желтого цвета. 60-е годы XVIII века архитектор Кваренге. Потом тут Александр I проживал, в советское время был дом отдыха, а сейчас сюда приезжают дети с творческими способностями из разных регионов нашей страны. Интерьеры частично отреставрированы, иногда проходят экскурсии. Справа, православный храм Рождества Иоанна Предтечи. В 80-е годы XVIII века архитектор Фельдтон. Здесь Александр Сергеевич Пушкин хрестил двоих своих детей. Несколько сезонов отдыхал на даче на Каменном острове. Храм в готическом стиле, но православный. Павел I его использовал некоторое время для церемоний рыцаря Мальтийского ордена. Покидаем Каменный остров, проезжаем над Большой Невкой по Ушаковскому мосту. Мост строится во второй половине XX века, разводной. Над Невой и Еруковами 21 разводной мост. 10 мостов над Невой разводятся каждую ночь в период навигации. В Петербурге 42 острова, но город включает себе и материковую часть, вот она впереди, и далее по ней наше путешествие пойдет. При повороте слева за деревьями серого цвета наземный вестибюль станции метро Черная речка, 1982 год. Слева серого цвета с колоннами военно-морская академия 30-50-е годы XX века. У входа две пушки участвовали в войне с Наполеоном. А в начале XX века здесь была деревянная строганова дача, справа над Большой Невкой деревянный строганов мост. Они не сохранились. Впереди фабричные трубы. Эта часть города называется Выборгская сторона. Еще при Петре I по этой земле проходила дорога на город Выборг. Но в Петровское время это была, конечно, загородная зона и до конца XIX века рабочая окраина. При повороте слева телебашня. Она находится на Аптекарском острове. Была смонтирована из металлических деталей в 60-е годы XX века и была тогда выше Эйфелевая башня. Но потом Эйфелевую башню сделали выше, нашу телебашню сделали ниже. В начале XXI века телебашню снова настроили. Сейчас высота с Афтеной 326 метров. Самое высокое неархитектурное сооружение Петербурга. Справа за деревьями красно-кирпичного цвета с белыми деталями, с башенками, с зубцами бывшая особня вдовы сенатора Салтыкова. 60-е годы XIX века архитекторы, садовников и боссы. Сейчас филиал фирмы Бурда. Мы проехали по новому Шаковскому мосту. Он был открыт в 2000 году. Здесь по набережной всегда было оживленное движение. Этот район изданно называется Новая деревня. Впереди в нескольких километрах Старая деревня. Откуда эти названия? Слева Каменный остров. При Елизавете Петровне здесь проживал ее фаворит канцлер Бестужев Рюмин. Для него на острове в проекту архитектора Растрелля строится деревянный дворец на каменном фундаменте. Для строительных работ с Украиной прибыли крепостные Бестужева, но не хотелось, чтобы не жили рядом с ним. Им это место за рекой впереди в нескольких километрах. Это поселение крестьян стало называться деревня. На каменном острове расширяется строительная работа, создает живописный парк, роет каналы, поднасыпает берега и новая партия крепостных прибывает с Украины. Они поселились там, где мы сейчас проезжаем. Тогда первое поселение стали называть Старая деревня, а второе Новая деревня. Каменный остров, Старая и Новая деревня, во второй половине 19-го, начале 20-го века популярная дачная местность и также место отдыха Петербургской богемы. Здесь были казино, рестораны, веселительные сады. Здесь бывали многие писатели и поэты. Чехов, Куприн, Блок, Северянин, Ахматова. В начале 20-го века на месте метро Черная речка находился деревянный ресторан Вилла Рады. Остальные постройки также в основном были деревянные и в годы блокады их разобрали на топливо, на дрова. Теперь здесь лишь иногда встречаются сооружения прежних веков. По правой стороне желтого цвета храм Благовещения Богородицы. 1809 год архитектор Макульский. В пушкинское время за храмом было кладбище справа и здесь Пушкин написал стихотворение «Когда за городом задумчив я брожу». Храм действует. Справа желтого цвета сохранилась деревянная дача журналисты и мецената Шашмарева. 20-е годы 19 века. Здесь часто бывал Карл Брилов. Сейчас детская художественная школа. Справа за оградой из гранита справа из гранита буддийский храм Датсан. В 2015 году отметил столетие. В 1991 году возвращен буддийское общение. Открыт каждый день кроме среды. Ближайшая станция метро справа за домами старая деревня. Слева Елагин остров. Остров много раз менял владельцев. Наибольший след в его истории оставил обер-гофмейстер двора Екатерины II граф Елагин. При нем на острове строится дворец, создается парк в английском романтическом стиле. Слева устья Невы. При впадении в залив Неводелец на пять рукавов образует истрова. Самый большой здесь Крестовский слева находится. Его площадь около 300 гектаров. До сих пор на этом острове сохранился пруд, который по форме напоминает Крест. Предположительно, он и дал название острову. На Крестовском острове находится наш знаменитый стадион Санкт-Петербург арена. Строится по проекту японского архитектора Куракава. Авторское название было Космический корабль. Так долго стадион строили, что архитектор скончался и не увидел его завершенным. Слева, слева округлая конструкция стадиона. Крыша прозрачная и раздвижная. Возможно освещение естественным солнечным светом и вместимость примерно 85 тысяч человек. Скоро после реконструкции откроется станция метро Новокрестовская. Так как реконструкция на деньги Зенита проходила, то она будет переименована Зенит. И недалеко находится станция метро Беговая. Мы сейчас в Приморском районе. При Петре Первом местность это называлось Лахта. В переводе с финского залив Бухта. Чем знаменита Лахта? Здесь в ноябре 1724 года Петр Первый помогал спасать моряков. И здесь недалеко от берега потерпел крушение. Ноябрь был тогда холодным. Около двух часов Петр Первый провел в лизиной воде. Благодаря его усилиям было спасено около 20 человек, а сам Петр Первый простудился и от простуды уже не оправился. В ночь на 28 января 1725 года Петр Первый скончался в первом зимнем дворце на том месте, где сейчас Эрмитажный театр. Мы видим, что сейчас наш город растет в этом направлении. В 30-е годы 20-го века был план развития города в южном направлении и в московском районе предполагалось разместить центр города. Это объясняется тем, что в то время от того места, где мы сейчас находимся, было слишком близко до границы с Финляндией. 32 километра. Граница проходила сразу за Сестрорецком по реке Сестре и центр города был под угрозой обстрела. Но после Советской Финской войны и Великой Отечественной войны граница отодвинулась, прошла там же, где сейчас, примерно 50 километров западнее Выборга, 200 километров от Ленинграда и город теперь может смело расти в этом направлении. Слева за домами весной 2003 года был разбит парк, посвященный 300-летию Петербурга. Перед нами знаменитый небоскреб, Лахта-центр, снаружи завершен уже, высота его 462 метра, тут 87 этажей, здание будет обслуживать 40 лифтов, самое высокое сооружение в Европе, самый северный в мире небоскреб. Внутри работы еще продолжаются, 70% внутренних помещений будут занимать офис Газпрома, но тут обещают сделать музей, планетарий, ресторан, световой площадка на высоте примерно 300 метров. Здесь намытый грунт и в основании здания забито 2000 свай, в центре самые широкие, диаметр 2 метров достигает. Продолжается работа здесь, на берегу создается амфитеатр на несколько десятков тысяч человек. Слева устье Невы и слева вдалеке в туманной дымке высотные дома. Они находятся на конечности Васильевского острова. Это часть будущего парадного морского фасада нашего города. Об его создании мечтал еще Петр I, но начали его создавать только в 70-е годы XX века. Тогда началась намывка грунта с 1 финского залива. С этой целью в Финляндии купили две специальные машины земснаряды. Они работают и сейчас. В перспективе намытая территория нашего города должна составить 10% его общей площади. Кроме того, предполагается спрямить береговую линию слева впереди. Вследствие этого должно усилиться течение, увеличиться проточность Невской губы и должна улучшиться экологическая ситуация. Чем еще знаменита лахта? Здесь недалеко в Конной лахте нашли гром камень. Постамент для памятника Петру I медный всадник. Этот памятник создает в 1782 году французский скульптор Этьен Морис Фальконе. Его посоветовал Екатерине II французский философ Дени Дидро, когда он приезжал в Петербург. Фальконе хотел, что постамент обязательно был монолит единый кусок камня и объявил о награде тому, кто найдет подходящий камень. И здесь в лесу его нашел крепостной крестьяне Вишняков. Камень весь был мухом покрыт на